Белорусская правовая мысль доминирует в мире. На глобальной торговой площадке Amazon появилась книга знаменитого эксперта по кибербезопасности Павана Дугала. Он тщательно изучил деятельность парка высоких технологий и революционный декрет президента номер 8 о развитии цифровой экономики и написал масштабную рецензию. По сути, это первый белорусский закон, по которому признанные мировые эксперты написали книгу, опубликовав на всемирно известной интернет-площадке. Почему декрет ПВТ 2.0 оказал большой эффект на развитие IT-отрасли в стране и мире? Мнение из первых уст от автора книги, юриста из Индии Павана Дугала и одного из разработчиков документа Дениса Олейникова прямо сейчас в репортаже Ольги Давидович. В мире развернулась настоящая гонка за будущее. Тот, кто адаптируется к стремительно меняющейся экономике, будет на гребне волны новой цифровой реальности. И у Беларуси в этом все шансы преуспеть. Революционный декрет номер 8. Образец для мировой IT-экосистемы. В документе действительно сконцентрированы прорывные вещи. Мы законодательно приземлили на своей территории технологические тренды, которые многие страны сейчас только тестируют и гадают, где применить. Неудивительно, что к декрету повышенный интерес. Его детально изучил и знаменитый эксперт по технологическим трендам, и юрист из Индии Паван Дугал. Вдохновился настолько, что написал по нему целую книгу. Она сейчас доступна на глобальной торговой площадке Амазон. Белорусское законодательство действительно историческое. Оно выбрало путь по новым рубежам, по которым другие государства не решились идти. В эксклюзивном интервью нашему каналу Паван Дугал рассказал, что ему было действительно интересно проанализировать законодательную базу Беларуси в IT-сфере. Он уверен, что наша страна еще долгое время будет примером для многих. Законодатели других государств с интересом будут изучать белорусские инновации, чтобы определить свои собственные подходы. Я думаю, декрет, принятый в вашей стране, действительно революционный. Вместо того, чтобы полностью отрицать существование криптовалют или подчеркивать их спекулятивную ценность, более разумным для государств является принятие дальновидных и прагматических правовых подходов. Белорусская модель разработки законодательных основ в данной области подобна глотку свежего воздуха. Она может стать примером для подражания со стороны иных государств по мере их продвижения вперед в кристаллизации своих национальных подходов. Бурный интерес к криптовалютам и технологии блокчейн во всем мире стал проявляться как раз после подписания президентом декрета цифровой экономики в конце прошлого года. По сути, это волевое решение стало отличной рекламой для страны на мировой арене. По мнению аналитиков, сейчас интерес к технологии блокчейн и криптовалютам уже слегка угасает. Но самое главное, что произошел резкий скачок в развитии всей IT-отрасли. То есть в Беларусь теперь приходят IT-гиганты со всего мира, из разных сфер. За 9 месяцев этого года в парк поступило порядка 200 резидентов. Это больше, чем за всю его 12-летнюю историю. Экспорт по состоянию на сентябрь вырос на 40%, и это без учета новых резидентов. Я уверен, что белорусский декрет будет эффективно способствовать применению инвестиций в данной сфере. Я слышал мнение разных экспертов, многие прогнозируют, что документ даст толчок для переноса деятельности, связанной с иными юрисдикциями и странами в Республику Беларусь. К слову, это первый случай в законотворческой практике нашей страны, когда иностранные авторы написали книгу про белорусские законы. Мы первые в мире сделали компьютерный код правом. Сегодня с уверенностью можно говорить, что смарт-контракт родом из Беларуси. А эта технология позволяет полностью отказаться от бюрократии и бумажной волокиты. Когда мы сделали новое законодательство по новым технологическим горизонтам, это просто вызвало достаточно серьезный интерес. И здесь получилась ситуация, что Беларусь выступила таким технологическим инноватором не только в технологическом секторе, а в секторе правовом. И хочешь или не хочешь, мир к этому будет подтягиваться. По сути, все страны придут к тому, что нужно делать то же самое. Но делая что-то свое, они смотрят на белорусскую модель. Сегодня подробно услышать о цифровом декрете хотят все признанные в мировом IT-сообществе страны. Ждут от Южной Кореи до Швейцарии. Наблюдая за развитием IT-отрасли в Беларуси, они видят, что эффект огромный. И достигнуть его можно было только смелыми и своевременными шагами на высшем уровне. Ольга Давидович, агентство теленовостей.